МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тепло и газ остались без изменений. По словам руководителя Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Астана Марата Мустафина, в целях реализации послания главы государства Норлежол «Путь в будущее» и недопущения резкого роста тарифов совместно со столичным управлением энергетики были увеличены доли покупки объема электроэнергии по более низкой цене. Говоря о тарифах в хрозрез регионов, Марат Мустафин подчеркнул, что цены в Астане, несмотря на статус столица, держатся в золотой середине, занимая 7-е и 8-е место из 16 регионов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 11-й класс. Самый напряженный и загруженный. В выпускников ждет итоговое испытание ЕНТ. Сколько уже говорили на эту тему, но для подростков эта ноша остается тяжелой. Ведь именно этот экзамен многое решает. В школах в сентября начинают готовить к итоговому экзамену, который намечен только на июнь этого года. Как идет подготовка столичных школьников к ЕНТ? Подготовка к ЕНТ идет отлично. Начиная с сентября месяца мы обильно тренируемся, то есть пишем пробные тестирования раз в 2-2 недели. Родители говорят не беспокоятся, что все будет нормально. Главное подготовка. Рассчитывая только на себя, не отвлекаться на лишнее. По словам психолога, экзаменационный стресс занимает одно из первых мест, вызывающих психическое напряжение у школьников. И только родители должны внимательно следить за душевным состоянием ребенка и помогать преодолевать ему трудности. Мы обратились к специалисту с вопросом, как пережить стресс школьнику перед экзаменом. Согласно результатам опроса выпускников школ, при стрессе, как правило, ощущается сильное беспокойство. Человек чувствует, что не может контролировать ситуацию и справиться с проблемой. Экзамен – это серьезное испытание для большинства школьников. Чтобы ребенок не сорвался перед экзаменом, режим дня должен быть четко структурированным, но не перегруженным. Нужно уделять внимание не только обучению, ведь век информации необходимо школьника разгружать. За этим должны следить родители. В этом году формат проведения единого национального тестирования не изменится. В 2015 году ожидается участие более 100 тысяч выпускников. В ведомстве напомнили, ЕНТ проводится на казахском или русском языках по пяти предметам. Количество тестовых заданий по каждому предмету 25. Пересдача ЕНТ не предусмотрена. Тестирование начнется с 4 июня. Итоговые баллы будут служить не только оценкой за знание школьной программы, но и билетом для поступления в ВУЗ. Что касается категорий лиц, которые могут не участвовать в ЕНТ, то согласно типовых правил, которые были утверждены приказом министра в 2008 году, к каким лицам относятся участники международных соревнований, научных проектов, олимпиад по общеобразовательным предметам текущего года, также обучающиеся по линии международного обмена школьники, обучающиеся за рубежом, обучающиеся республиканских школ и интернатов, общеобразовательных школ с узбекским, ульгурским и таджикским языками обучения, также не пожелавшие участвовать в ЕНТ, а также обучающиеся, не принявшие участие в ЕНТ по состоянию здоровья. Это всё о любимой столице к этому часу. Каждую программу мы открываем вам самый интересный вид на главный город страны на телеканале 24КЗ. Обсудить увиденное можете на наших страничках в социальных сетях. До встречи в сети и в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова